а народ короче на столб посадочку переходим на кавэ на кавэ до кавэ как вам призрали алё Алло. 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 Арида, на канале? Солдочка, за двуешь, пожалуйста. Угу. 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 Все, да, КВ-100? Да. Все, да, КВ-100? Все, все погрузились? Да. Да. ДайOOOO ke 30 же. Все погружаемся? Андро доехали. Да. Э, самое главное для кабл데. Тихо Одни командами Одни командами Какое КВ? Что? Ну всё Столы 100 Столы 100 Так, парни, пока здесь ждём Сейчас за армию светлая Всё, парни, скамон загружается из красного Убедите, блять, на север Ты меня по дальней слышал? Да вон они стоят 100 метров По дальней нет У тебя дальней на 30 стоит? Да Да, другое частото Не по зону А, блять, не дождь, что разная Ну ладно, парни Нет, слышно хорошо, да? Сейчас, давай Угу Небольшая соревновательная Викторина, так скажем По ориентированию посмотрим, что сможет То, как ориентируется На место Сейчас я вам маленечко расскажу По карте Приблизительно, да? Все знают, как, значит Называть соревновательное положение Не метром, а по квадратам, да? Что такое улика вообще? Есть какое-то представление Метро? Да Есть 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 такие, которые вообще не отрубляют Что-то такое Есть Хорошо, давайте сейчас Ну, быстренько проберемся Включайте карту Угу Снаведитесь на город Баганго, блять Типа, южнее на Малого Баганго Никакой город Баганго южнее, блять, черного кубляшка Угу Значит, смотрите внимательно, значит Вы приблизите их практически на максимум, да? Я вам объясню, значит Посмотрите, сверху карты, блять На самом верху расположены цифры, блять Под каждой вертикальной линии, да? 142, 143, 144, 145 и так далее Все видят, да, это? Угу Что, где? Где? Прямо наверху карты, наверх Смотри, невидимышно Просто глазом, взглядом, поспал Переби наверх Альфа 1, 2, 7? Нет, открой карту Кординаты Наверху карты у тебя Каждое вертикальное линия Будет помечено цифрой 141, 142, 143 и так далее Ну да Увидел, да? Угу Соответственно, у нас также горизонтальные помечены, да? Слева смотрим Слева карты Там 128, 127, 126 и так далее Значит, вот этот квадрат называется 144 и 127 Кручеву, значит, на пересечении вертикальной и горизонтальной линии, да? Вы видите Значит, вертикальная линия 144 и горизонтальная линия 127 Значит, сначала, значит, понимаете, да, всю эту систему? Да, да, да Сначала называется, значит, вертикальная линия Первая цифра 144, потом 127 А сейчас этот квадрат у нас на максимальном приближении, он 100 на 100 метров Грубо говоря, для детальной, более детальной, более точного, скажем, указания местоположения На этом приближении, да, 100 метров, да? Дальше душа долять будет, по километру, потом по 10 км А этот квадрат нельзя назвать 145 и 127? Нет Почему? Потому что я по левой линии, вот сейчас я провожу вверх, смотрю Видишь, куда мне линия идет на 144? Угу По левой, по, да, по левой этой стороне и определять с первой цифрой 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 Отлично, 145 и 127 будет уже второй квадрат Все гораздо проще Слева направо, сверху вниз Короче, для более детального, значит, заточнение местоположения, или там, какой-то цели, значит, у нас существует система улиток Этот квадрат максимальный приближ, я его сейчас разделю на 9 частей Он у нас делится на 9 частей Видите, да, я его разделил на 10 частей Да Каждый вот этот маленький квадратик, это, условно, значит, обозначается, делится вовсе условно до сих пор Ну, имеет свое обозначение цифрами, то есть, 1, 2, 2, 4, 5, да, постоянно улитка закругляется С 1, 2, в центр, то есть, в центре идет 9 Все понимают систему это, есть, кто не понимает? Угу Значит, сейчас вы будете бегать, я буду вам не называть метки, а ставить задачу каждой группы, мы поделим все равно на ровно, ну, на ровно, наверное, на 3-4 группы, посмотрим, сейчас поделим Буду называть вам именно на такой системе, то есть, на второй квадрат вам нужно выйти, допустим, 144-127, по улитке 9 Вас нам будет ждать какой-то ящик или там машина или какая-то, ну, в общем, то, что До чего вам нужно будет дойти Здесь у нас будут только карты GPS, у вас не будет, вы будете старовать себя в разных местах Лидера как группы у вас не будет, ну, сильных сейчас сразу 27, чтобы вот за ним костиками не бегали, то есть, у вас будет командная работа, будете здесь Скажем, то, что нужно замодеться и смотреть, кто туда, ну, короче, глядь, командно будет убереть Иначе в этой системе понятно, да? Да Сейчас, соберу Значит, ребяточки, что хочешь сказать по ориентированию на месте? Здесь много ничего не скажешь Значит, все приходит, блядь, так скажем, со временем С задрочиванием, блядь, всяких игр на одной и той же карте, то есть, допустим, на этой карте уже играли, блядь, через первую арму, поэтому, блядь Практически каждый куст, каждую, там, я не знаю, холню, уже здесь знаем точно Людям, которые много легалевого армона, и тем более на этой карте, они уже, блядь, ориентируются на раз-два, то есть, в основном у них Могут замесы быть непонятки, это где-то в горной местности, где нет никаких ориентиров, блядь Что такое ориентиры? То есть, посмотрите, да, вот у нас на севере большая гора, блядь На карте она обозначается, как пико де революшн, какой-то, за два, четыре, семь, семь То есть, блядь, если вы находитесь в ячестве быстро, в трассе вам побегу, значит, ну, как себя обнаружить, блядь, примерно, узнать свое место положения на карте без GPS То есть, по ориентирам, по таким значимым, мы увидели, вот, большая гора, блядь, она, единственная, такая, здоровая, пико, блядь, на этой карте То есть, это, первый ваш ориентир, второй, вы видите, замок, да, у вас, допустим, на 80, видите, замок стоит? Все видят замок, да, башню, блядь? Угу Кто может на карте сейчас ее найти? Я могу Я Поставь меточку на нее Моя метка там же Ну вот, молодцы, то есть, блядь, сейчас я вам расскажу, вставить дедовский способ, но им никто не пользуется, блядь, в принципе, как, узнать свое местоположение с помощью этих ориентиров, блядь, более-менее точно Значит, открывайте карту, посмотрите на компас, есть такая небольшая, блядь, так скажем, чит, ну, не чит, а, так скажем, преимущество на, на карте, блядь, а, азимут, так скажем, вектор твоего направления, куда ты смотришь на компасе, указан на красной стрелочке видео, да? И сам компас, компас повернут именно в тот азимут, куда ты смотришь, может сейчас повернуть, повернуться, включить опять карту, посмотришь, что компас поменял свое положение, блядь, особенно красная стрелочка, ну, линия, блядь Все повертили, все посмотрели, да? Так вот, смотрите, первый ориентир у нас, да, высота, блядь, 757, депирис, то, что на севере большая гора Господи, как вам сейчас объяснить, я сейчас по-быстрому попробую Треугольник? Да, вот метка севат, вы ее увидите сейчас на карте Совершенно верно, да, то есть ставите компас за ней, за этой горой То есть первая точка у вас является компас, грубо говоря, блядь, а вектор ваше направление красная линия, вторая точка, это гора, блядь, чертить прямую Это первый, значит, так скажем, первая координата ваша Поворачивайте свою голову потом дальше на эту башню Также открывайте карту, ставите компас за, то есть маленькая северо-западная, за этой башней Опять у вас первый ориентир, первая точка, это красное направление, красная ваша линия на компасе, вторая точка, это сама вот эта башня Проводите опять на карте, блядь, вторую координату, грубо говоря, по этой линии, блядь, видите, да, как у нас нарисовали Вот место пересечения вот этих, точки пересечения этих прямых вы будете находиться, но это условно, там плюс-минус, грубо говоря, там 50 метров, но это будет достаточно, чтобы понять, где вы находитесь То есть, когда вы будете куда-то следовать идти, значит, всегда ловите, значит, взглядом какие-то большие ориентиры, там, каменная гряда, допустим, горная гряда, вот, допустим, у нас, да, она на севере На юге у нас ни хрена нету, блядь, зацепится ни с чего, но вот вдалеке, на западе, на 260, тоже горная гряда, то есть мы находимся где-то между ними, что за это взгляд делать Слышишь? Слышишь? Да, слышишь? Слышишь? Ввезу Окей Старикнируйте, куда нам? Приземляйся Вот, прямо здесь садись Прямо чуть-чуть, чуть-чуть левее С дымом пометились Да Правее, правее Дверь, правее Все, успокоились, блядь, ебать Есть, кто не понял, как определить Взрыв 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 Класс Красавчик Какая, блядь, пизда, кинула гранат на нем? Да я Всем оставаться уже встан Он не за голубой Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Урал, дай мне 5 секундки раненых, вот они у меня. Чё-то вроде, это, живой для. Так, кто ранен? Вон в ногу кому-то попало. Так, это третья группа, которая задание не получила, да? Урал щас дал задание. А, туда будут. Всё, все сели, да? А, у меня одни ушибы, короче, они же не надо лечить. Давай-давай. Они-то сто... Мы тебя в зал. Чё, ребятки, желаю вам удачи. Я буду на, блядь, зоне. Спасибо, у Рома. Нам на крик, да, перейти? Молодец. Так, а можно мне тоже попробовать сориентироваться? Конечно, ориентироваться. господа смотрим квадрат 1 1 4 1 6 6 это мост которому говорит товарищ трактор если я не ошибаюсь мост от нас находится до по зиму ту линию проведем и провел зима правильно сегодня находимся где я мне не дает маркер поставить на пересечении дороги до 1 1 4 1 6 6 метка красная сила это мост который правильный метр товарищ трактор это не будет визуально ориентиром для нас или дорога соответственно дорогу мы видим как мы на них стоим указываем азимут на мост который мы видим это у нас азимут 240 250 и проводим прямое время которое было только что проведено товарищем зимой так чёртовски похоже того нам надо будет придерживаться направлении 25 для того чтобы выйти в нужный квадрат я предлагаю придерживаться направлении 90 выйти на дорогу за плитом там если идти населенный пункт отойти на 300 метров на юг и начать поиски по крылькам 20 фоинтмэн и друзей строение м файлом порядок следования воина я замыкаю так судей на ноль отделение выстрелить за мной файлом пикнемся на азимут на данный момент 110 дистанция 5 10 метров все ставим голос на крыльях чтобы все тут будут слышать никто чтоб не вперёд и 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 Играет музыка. должны выйти крутых городок и как чет это обозначен темными кружками первая наша остановка будет находиться против транспортного комплекса мы преднимаем для уничтожения танка на пункте номер 2 мы на пункте номер 2 на пункте номер 2 насаждет танк Сиват нарбот чуть помедленнее я понял нарбот я просто вниз его запускаю и стоп колдун тебя лагает или ты отдыхаешь стоп так никто не потерялся я замыкаю, все нормально я понял, понял Марго, давай на КВ другое перейдем, а то это общая КВ командная мы тут немножко холдим чего? какую будем использовать? 117 ты нету зима на КВ зима на КВ вторая на КВ москан на КВ марго да отделение продолжаем двигаться базе вот вузине х ориентир группы ааааа небольшая группа деревьев опа ну уже гадает так а по условиям у нас не врагов никого не должно быть? Отделение заворачиваем на зиму ситуации. Продолжение следует... 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 по конкурсу грушевых руки держать надо, в отличие от армии там у них еще есть чувак, который считает количество шагов ну да, шаги другой вариант дозорный, который занимается построением маршрута на местности непосредственно применением в местности чтобы разгрузить лидеров выше потому что часто бывает, что местность плохо знаешь и ориентируешься просто по изолению и зеленке на карте да, отставить спуск по этому холму слишком опасно двигаемся чуть-чуть правее на азимут 180 отходим и потихонечку внизу боком чтобы не упасть мне спускаться вниз? да, спускайся сразу к строениям противника там быть не должно если я дошел до тех строений ожидай нас так, заворачиваю на азимут 50 аккуратно вниз спуском идем трактор не отстав на работу пока двигаемся если можно вопрос по поводу построений блин, давайте я выздоровлю я на все вопросы отвечу Муропот сейчас болеет ясно так, отделение очень аккуратное перемещаемся по этому склону он очень крутой так, товарищ трактор в стадиях ускорение от твоего перемещения два раза контур нажми он уже научился бегать нормально просто он бегает медленнее чем вся основная группа потому что у него оружие опущено то есть он два раза контур нажал прижал оружие к галке поэтому немножко его тормозит так, очень аккуратно по этому склону я с него сам падал раза три или четыре можете даже присесть чтобы вас не сдуло двигайтесь под максимальным углом наша цель находится на азимуте 60-65-70 вот в группу летала депортированные острова в которых мутактик зуры билит а потом удивляет потому что здесь люди падают это еще что мы как-то умудрились на горе вот так ехали хаймером по горке вижу тебя кабл возвращайся в строй в смысле уткнул было портирование там где-то озеро было в ложбинке в горке после портирования озеро исчезло но данные геодата потому что здесь озеро остались еще и сместились на склон по красоте так, объединение продолжаем двигаться в группу летса 1-60 далее так пока отставить от того Ящик должен находиться в непосредственной близости от нашей текущей позиции. Смотрим по сторонам и продолжим двигаться к поселку. Поправка можно? Справа это поселок или домики? Слушайте, нам нужно идти до южного и сместиться на юг, пока у нас по левую руку на 90 градусов. Не будет одиночное строение. Поэтому продолжаем идти до домов. Продолжение следует... Продолжение следует... Отсюда... 200 метров равно на юг чесать. На 180 я бы даже так сказал. Ну да. На 180. Так, отделение движения на азимут 180. Дом не могло быть, тут не 200 метров, тут метров 270, наверно. Есть. Наблюдаю это строение, пока на 110 она. Вот так я вне�로 растет на больше налево в productive уровня, плаки на 3. Ну, что я вне из по проекту, еще немножко не вне. Я немножко Sapphire на свой дом. Я вне интересно сходи стены. так вот так все отлично все берем себе в трубе так у кого рюкзак есть за спиной скидывайте оттуда основные были припасы и забирайте туда еще по трубе так как трубал я ищу в рюкзак лежать без проблем трактор можно скинуть свои коробки с ней в рюкзаке есть и затем туда еще по трубе находимся на точке первого нашего маршрута дальше нам необходимо держать путь на азимут 120 а затем его обходить через северную часть еще продолжение в моем контексте ориентируйте на местности если я могу где нахожусь точностью до 50 метров поле потому что в лесу используя компаса карту то есть ориентирование даже без визуальных переди нас все двигаемся на зимнюю ситуацию у меня авиентируемая марбот является гора на 130 виг который мне придется обходить из-за того что он трендец какой высокий в первую очередь так отделение азимут 110 забираем может быть даже ступит так кстати парку тут есть интересное замечание возьму то что у нас сейчас находится транспортное средство которое можно в чистой теории использовать для перемещения нашей следующей точки ну да надо запомнить о нем просто чисто технически если это транспорт трубку в эти линии которые не должны были найти но если они до сих пор не забрали возможно мы сможем его воспользоваться Дима да да слышу Дима двигайся дима думал он еще встает сори итак пользуемся и идем дальше да не 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 давайте до нашего дойдем ну если там не будет нашего транспорта я врагу припью Чего у нас, Гришпарбот там, на третьей точке танк? Я не знаю, я прослушал. Танк вроде надо уничтожить, а вот дальше я тоже не слышал. Машина стоит на 148-157, улетка 3. Так кто-то вылетел, по-моему. Там стоит на 907-165. Так, повтори еще раз. Машина стоит на 148-157, улетка 3. Улетка 3. А танк, который надо убить на ориентировке 0-97. Нет, нет, у нас есть отметки на карте. Я говорю про то, что... Ладно, все, остались. Продолжаем движение на Азимул 100. Варбот здесь? Здесь. Кто-то буксовал, мне кажется, вылетел человек. Повтори. Передо мной бежал боец, начал буксовать. Наверное, вылетел куда-то из игры. Это Морти. Я стою сейчас рядом с ним, жду чего из его. Вот он. Поработал. Он встал? Нет, нет, нет. Бежит все еще. Но он на месте бежит или... Все, все. А, встал. Тихо. Ах... Ах... Тихо... Ах... Ах... Тихо... 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 Давай мы подпускаем азимул 100 двигаемся. Думаешь, что это такое? Это короче... Машина была меткой для артизи. Тихо... Они по этой штуке стрелять были. Тихо... еще что мы там не пошли так спадав гору заходим также очень аккуратно чтобы не сползти вниз и не получить серьезные травмы под конец мы двигаемся строго вертикально чтобы не сползти поднимаемся на гору на 120 пойти наверху подожди не идите к машине я вас в любом случае найду и вы никуда не денетесь не мне просто нужно то есть и маленький показатель экзекута чтобы определиться где мы находимся так что все равно придется время потратить так господа пока поднимаемся в эту гору шевелим мозгами то мы находимся примерно визуально потом указываем это место на карте так все все тут на этом уступе закрепились так кто доброволец у нас определит нашим текущим местоположением из тех кто еще не пробовал ребята давайте на этом гребне следовательно мы находимся чуть-чуть юка восточный то где-то вот тут уже ну скорее всего да потому что здесь небольшая такая возвышенность вверху маркет у нас загнал уже все продолжаем двигаться так наша конечная цель у нас расположена скорее всего где-то вот поэтому давайте аккуратненько спускаем число 90 то что он менее богатый и наблюдаю да слушаем орбота мы все вредим в этот хаммер с учетом того что у нас как бы уделение же человека в хаммере по дефолту четыре места а вижу что хаммер обычный а не медицинский в него влезать 4 человек так ну что тогда разделье возьми впереди четыре места подожди стоп 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 возможно тут есть еще хаммера то же самое что с ракетой поищем да я вижу рядом еще какая то хотя нет 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 может быть и это хаммер честно я теперь подойдем честно смотрим да это две машины с два хаммера отлично последний даже большим количеством так товарищи снайп колдун и товарищ товарищ зима вы садитесь в хаммер а у пешка с крышей нападите на ту 155 остальные садимся в хаммер на юге откажется все добежали трактор бежите трактор в машине так марбот есть хорошая новость моей машине есть движка отлично пусть пока лежит а то еще мало ли как бы гони она внутри машины встроена а это хорошо сейчас подождите я сто метров добегаю и сажусь а у меня сейчас есть серьезная моральная дилема а ехать по берегу не вариант из-за того что там берег крутой трындец там перепад высот составляет по 50 по 30 по 40 метров возвращаться обратно на метку с которой мы выезжали выехать на горку ехать по лесу там по горам тоже не вариант можем сорваться и сорваться чертовой бабушке так что у нас остается так осмелюсь предложение вот если мы по дороге то вернемся на дорогу мы что не свалимся и дорога как раз в принципе да через японию и туда ну окей давайте попробуем так тогда маршрут следующий ну окей то в моторедов тогда спешимся а с станку все искать надо будет мало ли вдруг он с батами а полуразумно все метки поставил вроде бы все должны видеть а ну все поехали вторая машина следуйте за первой на которой в и в в в в в Продолжение следует... 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 Они направо. Парни стопки приема держался. 5 секунд. Возьму час лук. Разворачиваемся на лево. Посмотрите партизаны. Метры так на 200 назад. Первый поворот влево. Взлет. Парни стопки. Взлет. 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 Залипает кнопка оттаяния. Взлет. Вторая машина. Причем не только машины, но и певоты. Загибает. Монтар. 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 Вторая машина. Стоп. Стоп. Монтар. Смотрите, отсюда. Безуевна 270. 98. Высовываем. Сидим большой танк из гранатометов. Возвращаем всех хамерам. И докладываем на часа до 30. Принял. Гранатометный стоп. На зиму движение. Продолжаем. Стоп. Стоп. На высотке толпы не светитесь. Станчик может быть с водами. Может быть даже агрессивный. А может быть даже будут кататься и пытаться нас убить. Стоп. Воздух. Скорее влево. Зелёвку, которая нужна будет идти надо будет. Стоп. 1-2-2-2-2-4-1-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1. все подошли здесь перегруппировались что потерялся суши танк слышу танк военная готовность находится у нас на севере или даже на 320 примерно за состояние указать не могу по звукам капец как близко мы надеемся без прекратию пехоты и за что мы толпы шагове мы все гранатными навесчиками не выйдет на бокам колдун зима вы двигаетесь на зима 320 стрелять они тут на что на нас едет он двигается по дороге на зиму 0 огонь те около трубы отошли без остальные продолжают все отлично цепь поражена пехота выбежала пехота выбежала надо защитить на 8-40 мы перестроили и с цепью двигаемся сейчас он будет в лес пошли 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 не повтори сейчас на какое зиму двигаемся на зиму 40 лес возле сгоревшего танка надо зачистить на предмет наличия вражеских пехотниц один готов да и возможно есть еще два все кустики проширили вокруг этого танка за дорогой один мертв вижу еще одного прям возле танка по-моему двоих даже но уже убили нет по-моему два трупа не один а нет один один мурмут сколько все трое 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 нагадаю трое так отделение двигаемся на зиму 120 обратно так мурмут сейчас сообщу двшке ты сообщишь как командир мета без разницы в принципе сообщаю так конечно дать м 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 технику для телепорта на м м а все все охеренно только у нас внимание выстрела никто не предупредил сказал я не первый стрел там уже было на самом деле реально пофиг ситуация не располагала готовы все на борту сне подожди стоп нас было шестеро вроде на морти вылет а все все нормально отлично все даже было так сразу на самолет приехали зевать Ну что, в раунд следовало, вывезу задачу, считаю, выполненным. Отработанное взаимодействие, собственно говоря, считаю верным товарищу, зиме товарищу, кому ему кудуну, потому что он второй метки ставил, и кто там у нас еще был. Меня поправдал по ходу движения, всем спасибо. Ты что, массаж делаешь? Сейчас пойду займусь. Так, господа, ну-ка, положи для этого клиента, это мой клиент. Спиздрю. Да, я буду.